Пальма Левинстона Добрый день! Эта пальма называется Пальма Левинстона. Корневая система нежная и чувствительная, поэтому специалисты советуют пальму переваливать в большой горшок, стараясь не беспокоить без особой нужды корни, за исключением необходимости удаления подгниваний. В этом случае поврежденные корешки аккуратно удаляют, припудривая срезы толченым древесным углем. Новую емкость убирают тяжелую, чтобы подрастающее растение не перевесило горшок, в который посажено. Посудина для посадки пальмы Левинстона должна быть высокой. Корневая система развивается быстро и растет вглубь. На дне горшка укладывают дренажный слой с керамзита толщиной в 2-3 см. Для оптимального размещения пальмы Левинстона в интерьере жилого помещения выбирают южные слабо отапливаемые комнаты или прохладные холлы, придерживаясь температуры зимнего содержания 16-18 градусов тепла. Летом пальма хорошо переносит рассеянный солнечный свет при температуре 23-25 градусов тепла. Но растение нуждается в постоянном, не реже чем раз в две недели, поворачивании горшка вокруг своей оси для того, чтобы крона формировалась равномерно. Благоприятное перемещение на свежий воздух – главный акцент в содержании пальмы. Не изменять условия размещения резко. Левинстона реагирует болезненно даже в случае улучшения ситуации. Другой важный момент в уходе за пальмой Левинстона – нельзя подсохшие листья обрезать, если их часть еще жива и зеленая. Удалив полузасохший лист, провоцирует отмирание других листовых пластин. Если возникла потребность убрать сухую часть растения, хоть тоненькую желтую полоску вдоль живой зелени необходимо оставить, чтобы вся пальма не стала быстро засыхать. Левинстону поливают не часто – раз в 4-5 дней, но обильно, поджидая, пока земляной ком хорошенько подсохнет. Зимой полив сокращают для одного раза в неделю. Опрыскивание теплой душ допускается периодически, но протирание листьев влажной губкой для очищения от пыли должно производиться регулярно. Боковые отростки у Левинстона появляются редко, поэтому наиболее частое размножение – семенами. Хорошая схожесть семян сохраняется в течение года. Накануне весеннего высева семенам производят скорификацию. При помощи абразивного камня насекают твердую оболочку, затем для лучшей схожести замачивают на 2-3 дня в растворе корневина. Земли смесь для заполнения посадочных плошек составляют из взятых в равных долях перлита, листовой земли и вермикулита. Пальма редко поражается серьезными заболеваниями. Иногда при нарушении условий содержания и ухода на листьях появляются различного рода пятнистости, которые могут быть связаны с грибками-возбудителями. При избыточных увлажнениях часто случается гниение корней. Среди вредителей, поселяющихся на ливинстане и питающихся соком растения, наиболее часто встречаются трипсы, щитовки, мучнистые червецы, белокрылки и паутинные клещи. Всего вам доброго и до свидания!